Под тотальным контролем. То, чем кормят учеников в школьных столовых, проверяют и родители. Такая инспекция прошла в Сургутском естественно-научном лицее. Там мама и папа учеников, представители общественного совета, специалисты Департамента образования и городской думы оценили рацион питания юных сургутян. К вопросу подошли комплексно, обращали внимание не только на блюда, их вкус и порции, но и на то, как организованы, например, уборка помещений или условия для соблюдения школьниками правил личной гигиены. Мы с родителями посмотрели, во-первых, как кушают дети. Нам удалось самим попробовать и попытаться скушать ту порцию, которую представлены детям. Ну, конечно, даже нам, взрослым, немножко многовато, сложновато. И поэтому, когда дети уносили какой-то продукт, даже не попробовав, то им это много, порция большая. Поэтому обсуждали с тем, что, возможно, поменьше сделать порции, чтобы освободить средства на более питательный десерт или еще что-то. Котлета-чемпион, батончик на здоровье, пюре, азу, сезонные фрукты и другое. Теперь на смену полуфабрикатам для учеников Сургутского естественно-научного лицея накрывают на столы только свежеприготовленные блюда. В столовой этого учреждения есть собственный пищеблок. И этот факт позволяет специалистам не только составить индивидуальное двухнедельное меню, исходя из предпочтений школьников, но еще и готовить по фактическому количеству учеников, которые находятся на занятиях. У меня это уже третий созыв. С пятого созыва мы регулярно интересуемся этим вопросом, то есть кабинет школьного питания, где за эти годы и оборудование поменялось, и появились дополнительные какие-то секции, все возможности делать более качественно, более, наверное, безопасно продукты, которые там полуфабрикатами, допустим, делаются. Это наша с вами задача – вырастить здоровое похудение. В этом учебном заведении своя полноценная столовая. Это не в каждой, к сожалению, в нашей школе есть, и поэтому здесь самые свежие продукты каждый день, они регулярно могут подстраиваться под количество детей. То есть идеально, когда и расхода лишнего нет. В пищеблоке столовой этого учреждения завершился капитальный ремонт. У поваров в арсенале новое оборудование. И теперь у комбината школьного питания нет необходимости поставлять в лицей замороженные полуфабрикаты и чищенные овощи. Вместе с этим новшества в рацион всех учащихся сургута предприятие старается вносить регулярно. В этом году пополнили меню наггетсами. Только готовят их не на масле, а на пару. Специалисты отмечают, что все блюда должны быть сбалансированными по количеству белков, жиров и углеводов. На данный момент пищеблок работает на сырье, то есть мы с фабрики кухни сюда полуфабрикаты не завозим. То есть и котлетки, и рыбка, все делается здесь в цифровом отделении. Наггенцы – это не такие наггенцы, которые дети предпочитают. Может быть, не такое название, как в фастфуде, но примерно. Но единственная технология приготовления, конечно, это отличается от того, что в фастфуде готовится. Мы готовим все на пару. Продолжение следует...